Фригидность, зачастую девочка моя, лечится другим мужчиной. Вы вообще верите в любовь на всю жизнь? Я люблю своего мужа, я всех своих мужей любила. Никого не осуждаю, у каждого своя жизнь, но у меня тоже есть своя позиция. О чем вы говорите? Где эти врачи? Я прям возмущена. Ну это же не нормально, когда это все лечится, это все гормоны. Да табуретка я по голове. Ведущий психолог Украины, кандидат психологических наук, семейный и личностный психотерапевт с 25-летним стажем работы, тренер и преподаватель, член-корреспондент Международной Академии Информатизации, эксперт телевизионных проектов, Евровидение, Детское Евровидение, Меня и Жинку, Половинки, Мама, Я Женюсь, Говорить Украина, Стусуется Кожного, ТСН, Криминал и многое другое. Елена Рыхальская. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы прям в досье практически все на меня подобрали. Ну это невозможно было не озвучить. Ну там еще половинка, извините за... Уверена, но просто очень много всего, и назвать одним словом было бы с нашей стороны не очень корректно, скажем так. Итак, перед вами есть тема блока вопросов, на который вам нужно будет ответить. У вас есть право один раз, увидев тему выбранной карточки, отказаться отвечать. Но это можно сделать только один раз, а можно и не отказываться. Очень люблю интриги. Я не уверена, что я откажусь от чего-то по той простой причине, что я специалист, к которому приходят и рассказывают все, если хотят, чтобы был результат. Поэтому я просто не могу подвести даже своих зрителей в рамках того, что я скажу, ой, а здесь я вам не совсем готова рассказать. Тогда, ну, насколько вообще я правдива и искренне. Я любой могу выбирать, да? Любой, абсолютно. Я выбираю по центру. Я люблю... Там два вопроса в одном, поэтому один можете назад. Ну, собственно. Личная жизнь, насилие в семье. Угу. Давайте начнем с вашей личной жизни. Вы хотите всю передачу этому посвятить? У меня очень глобальная личная жизнь, мне 50 лет. У меня первый брак 17 лет, второй брак 13 лет. Только два месяца я была не замужем. Какую роль играет вообще любовь в вашей жизни? Ох! С одной стороны первичную, с другой стороны она идет сквозным процессом. Потому что я на йоту за 50 лет не сомневалась, что если бы... Ну, вот я первый раз вышла замуж в 20 лет. Если бы мне муж сказал, что не работай, а посвящай меня себе. Причем у меня были, ну, такие... Достаточно материально достойные мужья. Но я бы никогда не села в так называемую золотую клетку. Потому что, по большому счету, для меня развитие – это самое важное. И с этой точки зрения я бы сказала, что в силу различных обстоятельств я разошлась с первым мужем. Если будет интересно, расскажу, если есть это в ваших стаканах. Но если бы мне мужчина не мешал, мне не нужно поддерживать. Меня не нужно поддерживать. Мне не нужны деньги для достижения. Все время выходила замуж, когда я уже была кем-то. И я не пускаю мужчину в свою профессиональную жизнь. Знаете, сегодня, простите за выражение, мало ли, сегодня один, завтра другой, не потому что любовь прошла, а потому что могут быть разные моменты катаклизмов в жизни. Но мое – это мое. И ни один муж не имеет на это права. Но если дома, любовь я люблю тоже. Как мой муж сейчас, он вообще считает, что я какая-то… Говорит, она то пойдет не туда, то что-то съест не то, то не заблудится, то упадет. Это правда так. Я не играю вот эту, знаете, девочку-припевочку, которую рекомендуют там где-то на каких-то сомнительных для меня тренингах. Я просто, когда дома с близким человеком или на отдыхе, я выключаюсь. Ну, и это абсолютно нормальная перетурбация. Но если вы меня видели на политическом шоу каком-нибудь, то я через колено могу переломать любого. У меня один раз муж увидел, говорит, «Лен, я тебя такое не знаю». Юлия Владимировна работает на таком антиимидже других политиков. Потому что, простыми словами, все уже со своими обещаниями надоели. Вы прям, не дослушав меня… А, извините, извините, да. …я хотела. Давайте. Патриархат или феминизм? Ни то, ни другое. А что? Я считаю, что любовь – это когда ты, прежде всего, испытываешь доверие к своему близкому человеку. Прежде всего, если вдруг что-то случится, ты бежишь к нему на помощь. И любовь – это некое такое чувство, которое присутствует абсолютно. То, что вы сказали, патриархат, феминизм – это все какие-то такие социальные наслоения. Что такое любовь? Любовь – это индивидуальное. Это мы спрятались вместе, и никто не знает, что там между нами происходит. Вот это вот любовь. Если я пришла домой, я трубку не беру, я закрылась на ключ. Разве что, если мама звонит, и то не всегда. Я люблю своего мужа, я всех своих мужей любила. Несколько мужей. Вы вообще верите в любовь на всю жизнь? Ну, что значит верить? Ну, хорошо. Хороший вопрос. Я об этом просто опять же пишу в одной из своих книг. Каюсь не читала. Смотрю, я вам подарю. Жаль, что сегодня не произошло. Смотрите, что значит любовь на всю жизнь? Это, конечно же, бывает. И глупо было бы это исключать. Ну, это где-то процентов 5. А вообще, чем раньше вы вышли замуж, тем больше у вас потом существует каких-то моментов того, что вам хочется попробовать еще что-то. Вот я искренне считаю, что, наблюдая 25 лет за работой с парами, как семейный психотерапевт, я вижу, что дай бог тем, у кого все получилось и все идет хорошо. Но если вы вышли замуж или женились до 30 лет, вот Европа в чем-то права, то вам все равно захочется еще что-то попробовать, еще какие-то элементы. Но вы знаете, я вообще считаю, что до 30 лет мужчина вообще не знает, какая женщина ему для жизни нужна, потому что у него идут такие пробники, отрабатывание того, что на самом деле это нормально абсолютно. Так у женщины тоже. Поэтому любовь на всю жизнь, она относительно очень. Вплоть еще, самое главное, это все, конечно, отдельный момент, о чем я сказала до этого, но человек же развивается. Развиваясь, человеку необходим зачастую уже другой партнер. Жизнь – это динамика. А развитие обоих? Возможно, это очень отличная история, но она гораздо более редкая, я бы так сказала. Интересная позиция. Это не позиция, это опыт профессиональный. Мне, наверное, нельзя сказать, что мой опыт, потому что я еще слишком молода, но у меня есть пример моих родителей, моей бабушки, дедушки. У меня вообще все в семье раз и на всю жизнь. И у меня вот прекрасный пример настоящей любви. Боже мой, как хорошо. Это как раз вот ситуация тех 5%, о которых я сказала. Но плюс еще, знаете, это менталитет, менталитет, потому что сейчас жизнь становится более динамичной. Вернее, она стала уже более динамичной. Сейчас, по большому счету, люди быстрее развиваются, меняются в своем развитии, нуждаются в следующем партнере. Но в какой-то момент они останавливаются. Понимаете? То есть они могут остановиться в 30 лет, пускай в 25 лет, браво. Они могут остановиться в 40 лет. Но я абсолютно не хочу сейчас сидеть и говорить вам о том, что жизнь прекрасна. Нет, наоборот. Сейчас на уровне восприятия друг другом молодых людей, мужчины и женщины, все, картинка очень сильно меняется, как и меняется восприятие, как и меняются информационные потоки и все остальное. Об этом просто нужно знать. Но не хотелось бы быть циничной. Всегда, если мы женимся по любви, мы считаем, что это на всю жизнь. И слава богу. Есть кризисы. Нельзя быть слабыми. Их необходимо преодолевать. Но если вам совсем плохо, если это совсем какая-то ужасная игра, которая уже переходит за рамки того, что разрушается ваша личность, тогда, конечно, нужно идти дальше. По поводу интимные отношения и любовь. Это одно и то же? Ну, у кого как? По вашему мнению, как правильней. Ну, то есть сейчас к чему веду? Общество достаточно развращено. Ну, это лично мое мнение. И когда никого не осуждаю, у каждого своя жизнь, но у меня тоже есть своя позиция. И когда девушка или мужчина разделяют эти понятия, то есть есть для здоровья так называемого, хотя врачи уже доказали, что для здоровья не полезны беспорядочные связи. И есть уже в браке. Вот у девушки до брака должно быть какое-то количество мужчин, потому что я услышала, что мужчина должен быть опытный. То есть он пробует, и после 30 лет он уже выбирает себе там одну единственную. Понимаете, я не исключаю и некую опытность женщины. И сейчас вот абсолютно не о ценностях, не о морали, не о стереотипах, а вот о том, с чем я сталкиваюсь периодически, но с каждым годом все реже и реже. Знаете, когда люди, не попробовав друг друга, начинают жить вместе, потом их в интимной области что-то не устраивает, и они либо саморазрушаются, либо испытывая глобальное чувство вины, которое разрушает их даже на психосоматическом уровне, все-таки находят себе какие-то интимные истории за кадром, или даже встречают мужчину или женщину, с которыми вдруг вау, там, я не знаю, рассветы, закаты и все остальное. По большому счету, видимо, видимо, не утверждаю, необходимо все-таки как присмотреться друг к другу психологически, так и попробовать некоторые такие моменты совместимости на интимность, потому что это бывает очень несовместимо, особенно в ортодоксальных семьях, когда потом идет очень серьезное разрушение. Но это, опять же, это мое мнение на уровне опыта моей работы. Врачи говорят, что нет физической несовместимости, когда вы друг у друга первые. То есть, когда говорят, когда у вас нету вот этого вот выбора, попробовал, не подошел, попробовал, не подошел, вы и не знаете, что есть другое. Вы реально считаете, что мужчина и женщина это тестика, печина, тычинка, и все, и вот если вдруг вот так вот, то вот так вот. А темперамент, а различные моменты физиологии, когда одному хочется больше, другому меньше, а даже уровень агрессивности в сексе, я имею в виду в хорошем смысле слова, когда одному хочется ярче, другому, извините, как в народе говорят, как бревно, о чем вы говорите. То есть, вы хотите сказать, что вот они совместились, тот не знает об этом, этот ничего не знает об этом, но когда возникает, там, я не знаю, связь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, а потом возникает противоречие. Ей хочется одного, ему хочется другого. Или ему хочется одного, а ей ничего не хочется. Ну, то есть, тут даже элементарные моменты медицинские. А вдруг девушка фригидная, а у него гиперсексуальность. О чем вы говорите? Где эти врачи? Я прям возмущена. Ну, это же ненормально, когда это все лечится, это все гормоны. Ну, фригидность лечится, гипер тоже лечится. Фригидность, зачастую девочка моя, лечится другим мужчиной. Почему в Украине такое количество разводов? Ну, то есть, оно с каждым годом увеличивается все больше и больше. Ну, это не только в Украине, это мировая тенденция, мировая статистика, потому что, опять же, очень динамичный мир, и люди быстрее создают семью, чем у них возникает возможность воспринимать друг друга, понять друг друга, оценить ценности друг друга. Потому что одно дело, знаете, вот у нас все хорошо, мы сейчас женимся, а другое дело, когда нам необходимо прожить долгий срок вместе. Это совершенно разные истории, это совершенно разный подход. Кто-то больше эгоист, кто-то, допустим, жертва, кто-то счастлив в этих отношениях, кто-то несчастлив. Дети тоже, они являются некой, извините, лакмусовой бумажкой, потому что в любом случае они тоже показывают, насколько человек эгоистичен. И иногда это не обязательно мужчины, иногда женщины. Она пошла в салон, а он, нет, если он зарабатывает деньги, может быть, хоть три няни, но он не понимает, где жена, потому что ребенку нужна мама. У нас очень масса сейчас форм и видов негативных отношений между семьями на уровне первых трех-пяти лет брака, которые, правда, распадаются. И тут, конечно, момент того, что они не понимали, необходимо ли совмещаться. Хуже всего, когда страдают дети. Вторая тема – это насилие в семье. Лично вы сталкивались с этим? В работе? В личной жизни. Ну, ни разу. Я бы хотела на это посмотреть. Мы же изначально выходим замуж за насильника. Если мы не отдаем себе отчет, что это так… Все, поняла, да. Ну, то есть он сначала еще до замужества может там обесценивать, ты не то одела, ты не то сказала. Все же идет. Я насилие в семье изучаю более 15 лет. Я знаю, как это происходит. Это важная тема. Девушки, когда уже приходят с этой проблемой, они говорят, он вначале таким не был. Я не права. Нет, он был таким. У меня все описано. В некоторых программах я даже описывала портрет насильника. И героини говорили, вы знакомы с моим мужем. Такое было два раза. Не буду называть каналы. Ну, то есть как можно выйти замуж за человека, который тебя изначально начинает обесценивать еще до брака? Что это? Созависимость. Правда ли это, что девушки ищут себя мужа, похожего на папу? Ну, для того, чтобы ты вышла замуж за насильника, у тебя должен быть уже в потенциале образ жертвы. Почитайте мою последнюю книгу, там целая глава по жертве. Уверенную в себе женщину спрашивают о том, было ли насилие в семье. Да я через колено просто переломаю. Да я не знаю, у меня пистолет будет, хоть и визуальный. Ну, как, как можно, чтобы, ну, во-первых, как можно выйти замуж за человека, у которого не хватает словесных аргументов, а второе, даже если он на тебя идет, да табуретка и по голове. Не понимаю. Почему? Вот девушки, если они знают, видят? Это очень большой пласт, это на самом деле во многом не просто реакция на мужчину, это выбор мужчины, и это модель поведения, которая семейная. То есть либо была мама, либо бабушка, либо те и другие. То есть женщина... То есть девушка уже наблюдала это. Женщина не чувствует себя уверенно. Ей кажется, что он действительно прав. Сначала он начинает говорить, у тебя юбка не та, потом он говорит, что ты вообще ерунду сказала в компании моих друзей, потом он начинает говорить, твоя подруга выглядит лучше тебя. Вот это все красные лампочки. Моя подруга выглядит лучше меня? Иди к моей подруге. Правила жизни. Вера. Хорошие вопросы. Есть кредо в вашей жизни, по которому вы живете? А это примерно совместимо в ответе. Когда у тебя хорошо все, а я считаю, что у меня все хорошо, и многим людям кажется, что вот меня так удивляет это слово «повезло». Или там случайно, или успех, или муж классный попался, или там в нужное время, в нужном месте. Это все ерунда, потому что, ну правда, ты все делаешь сам. И мои правила жизни – это здоровый эгоизм. Не буду счастлива, я не смогу отдать ни клиентам своим, ни своим близким людям ничего хорошего. Здоровый эгоизм – обязательно помогать людям, которые нуждаются в тебе, потому что, если в тебе есть этот потенциал, ты не имеешь права его взорвать. Это необходимо. Поэтому здоровый эгоизм. Сначала любовь к себе, потом любовь к окружающим. Я не люблю предательство, я не люблю двуличие. Правила жизни – это не изменять мужу, теперешнему. Потому что с прошлым всякое бывало. Ну мы же должны как-то дальше расти, выбирать более достойный вариант. Правила жизни – это вера. Во что или кого вы верите? Ну я православный человек. Я, допустим, вчера католическое Рождество не праздновала, потому что идет пост. Мы даже Новый год не празднуем, не потому что мы какие-то там ортодоксальные, мы нормальные люди, у нас ха-ха-ха, все хорошо. Но Рождество, оно вообще православное чуть позже. Я, например, буду причащаться в воскресенье. У вас всегда было такое мировоззрение? Нет. Вы сами к этому пришли? Постепенно, постепенно. И если честно, я скажу, я не понимаю, как человек может жить и быть стабильным без веры в Бога. Психология это вообще наука о душе. Вообще психолог может быть атеистом? Смотря какое направление. Ну, почему нет? Ну, ему нужно верить хоть во что-нибудь. Ну, то есть атеизм это по сути что? Это не вера в Бога, да? А, ну, если он хороший человек и исповедует все правила добра, ну, пусть будет так. Я же говорю, я не ортодоксальная, просто нашла какое-то свое направление. И оно очень важное для меня, потому что, ну, по большому счету, когда ты очень много работаешь с трагедиями других людей и с негативом других людей, необходимо на что-то опираться. Все мы мечтаем, что нужно для исполнения мечт. Вы знаете, у меня есть такой тренинг, он очень закрытый, и вот в силу пандемии сейчас он будет происходить в онлайн-режиме, а вообще у меня всегда итог. То есть у меня много тренингов, мастер-классов, но в конце декабря у меня всегда был итог. И на этом тренинге были 12, максимум, 15 людей. Он никогда не рекламировался. И там идет четкая стратегия исполнения желания. И там, знаете, как есть, что делать обязательно, но самое главное, чего не делать. Но это тоже отдельная тема для разговора, поэтому лучше ищите в Инстаграм, там есть ссылка и все моменты. И еще у меня масса статей об этом была в Натали, и еще в журналах. То есть исполнение желания возможно, если мы идентифицированы с ним и верно идем к этому желанию, исключая минусы и включая плюсы. Если вам интересно, в Инстаграм смотрите. Обязательно посмотрим и возможно оставим ссылочку в описании. У меня все желания исполняются. Дети. Да. Один. Расскажите о сыне. 92-го года. Это ему сколько исполнилось 22-го декабря? Мама, сколько? 28 или 29. У меня всегда с цифрами плохо, я только деньги хорошо считаю. Вот. Ну, что сказать. Сын для меня всегда был очень важен, но параллельно моей работе. Я никогда не была мамочкой, которая бегает за ребенком. Я всегда создавала инфраструктуру для того, чтобы иметь возможности работать и чтобы ребенок развивался. Ну, и, собственно, у него сейчас полностью свою жизнь. Он живет с девочкой, он работает на иностранную компанию, он денег у меня не берет, потому что я ему когда-то сказала, что мужчина мужчине необходимо. Есть какие-то правила, если это можно так назвать, чтобы воспитать мальчика настоящим мужчиной? Мне кажется, важно развивать ребенка максимально и не вставлять ему палки в колеса по поводу его развития. Вот если я знала, мы с первым мужем спорили, он хотел, чтобы это была химия, физика, математика, я говорю, да, я сама не знала математики, я деньги отлично считаю. Ну, то есть я говорила, нужен английский. Мой ребенок очень отлично знает английский, на всех диалектах он ездил, в Оксфорд, на Мальту, то есть каждый год он ездил, вот это для меня было главным. А вот эти все формальные вещи в рамках того, что хочется родителям потому, что они абсолютно не нужны. У меня был момент, когда муж перевел сына в другую школу назидательным путем, просто не обсудив с ним даже какого-то там момента того, что он делает. И потом оказалось, что Максим не ходит две недели в школу, выходит и ездит на трамвае вот так вот. И когда я пришла в эту школу, директор школы очень понакатанный вызвала его и как бы это было какое-то знаете такое представление для меня начала говорить, как ты можешь, сволочь ты такая, твоя мать ради тебя. Я на это все смотрю, он такой стоит, его подавляют, вообще слова ни о том, ни о чем, я просто его забрала из этой школы и все, потому что существует момент, когда нужно было разобраться с ребенком, а не подавлять его личность. Один ребенок в семье это обязательно эгоист? Стереотип это в зависимости от того, как ты относишься к ребенку. От воспитания. Конечно, конечно. У меня эгоистом никогда не был, потому что я сама, у меня здоровый эгоизм, вы забыли. Это невозможно это совмещение. Давайте дальше. Так, это последний? Последний, да. Эх, красота. В чем секрет красоты Елены Рыхайской? Я даже не буду говорить, а что я красива? Я знаю, что я красива. Просто для меня красота, знаете, я не буду опять же говорить, что любая женщина красива. Я считаю, что красота во многом идет с одной стороны внутренне, ну, потому что это должна быть наполнена. Глаза горят. Вы знаете, вот женщин, которые вот стоит одна очень красивая, вторая не совсем, но у нее горят глаза, и все мужчины вокруг нее вертятся, потому что это энергия, существует красота, энергия. Второе, это, конечно, думать головой нужно, ну, конечно же, там, что у тебя с бровями, что у тебя с волосами, что, ну, то есть это никто не отменял. Ухоженность. Конечно, вот абсолютно идеальное слово ухоженность. Ухоженность, внимание к себе. потому что, ну, когда там говорят, я такая, как я есть, знаете, с непомытой головой, с какой-то дыркой там, такой, не модной дыркой, сейчас же модно, а какой-то непонятной дыркой, это тоже не про красоту. Красота женщины в естественности ее женского проявления, я бы даже, понимаете, сказала, в открытом взгляде. Вот я никому его не хочу. Вот у каждого, на каждую кастрюльку своя крышечка, у каждого своя история. Но я искусственность в красоте не очень воспринимаю. лично я. Это субъективное мнение, делайте, как хотите. Вот у меня там губы стали чуть меньше, чем они у меня были там 20 лет назад, я не буду их колоть. Я ресницы вот эти делать не буду, я брови делать не буду, я волосы наращивать не буду. Как есть, так есть. Я лучше там себе там, ну, какую-то там гиалуроночку вколю, понятно, потому что, ну, не нужно, чтобы лоб проваливался, если он может не проваливаться, правильно. Но есть момент эстетики, есть момент уважения к себе, в принципе, к людям, которые на тебя смотрят, и к мужчинам. Я за преувеличенную красоту, я против преувеличенной красоты, красоты, потому что она закрывает пустоту. Вот если не закрывает, отлично, у каждого, опять же, своя история. Но мне кажется, что вот необходимо все-таки наполнять себя в том числе, когда глаз горит. И словарный запас нормальный, да еще вы улыбаетесь, естественно. Внутреннее принятие себя. С чего вообще нужно начинать? Вы сказали, что когда она там в оборванных джинсах или там в помятой кофте, но она принимает себя или какое правильное? Она не принимает себя. Она только говорит, что она принимает себя. Каждый выбор изначально, изначально, здоровый эгоизм, подчеркиваю, в пользу себя. Сначала в пользу себя, а потом уже вы этим делитесь с другими. Наоборот, нельзя, не получится. из вас тогда оттянут либо энергию, либо то, что захотят у вас забрать. Сначала в себя, а потом уже мужчине, деткам, папам, мамам, подругам, то есть кому хотите. Но сначала все в себя. В конце каждой программы у нас есть Блиц. Продолжите фразу. Главное в жизни это? Саморазвитие. Через 20-30 лет как вы себя видите? Какая картинка? Ой, я очень красивая, любимая бабушка, стильная. Каким был лучший совет, который вам дали в жизни? Жизнь имеет удивительная способность налаживаться. Что бы вы никогда не сделали? Не обидела бы животное. О чем вы больше всего сожалеете в жизни? О некоторых нереализованных потерянных возможностях. Как вы можете охарактеризовать себя в трех словах? вы понимаете, что это имиджевый вопрос? Это имиджология. Три понятия это ваш имидж в глазах другую целевую аудиторию. Как бы я себя характеризовала? Самостоятельная, несамостоятельная, любящая. Какой должна быть настоящая женщина? Настоящая. На каждую кастрюльку своя крышечка. Не нужно себя бояться. Вы одна такая вас природа такой родила. если вы будете себя изменять, это будет только все больше и больше ваша уязвимость. Необходимо оставаться собой, наполнять те качества, которые вам дала природа. Спасибо вам за интервью, спасибо за честность. Спасибо. Меня зовут София Макаровская, и сегодня у меня была в гостях Елена Рыхальская. До новых встреч! Динамичненько так. Ну, подождите, у вас очень классный формат на самом деле, очень такой яркий, я прямо взбодрилась. Редактор субтитров